2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Взяли сыны Аароновы, надав Иавиуд каждый свой совок, и положили в них огня, и возложили на него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, какого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и пожрал их, и умерли они пред Господом. И сказал Маше Аарону, это то, что говорил Господь, когда сказал, близкими ко мне освящусь, и пред всем народом я прославлюсь, и умолк Аарон. Вот это вот место близкими ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь, и на дальнем переводе в приближающихся ко мне освящусь. Вот честно, для меня все время было загадкой, что же они сделали неправильного, за что они получили такое наказание. Ну вот честно, кто из нас не согрешает пред Господом? Но никого Бог не наказывает так радикально, как наказал их. И для меня действительно было загадкой. Я когда исследовал этот вопрос, я в первую очередь задался, что они нарушили. И я вижу, как это прокомментировал сам Маше. Он сказал, это то, о чем Господь предупреждал, о чем он говорил. И первым делом я решил выяснить, а где же Господь говорил об этом, когда он говорил об этом. И нашел такое место. Это исход 19 глава, с 14 по 25 стих. И сошел Моисей из горы к народу, осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра в доме молнии густое облако над горою, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана навстречу Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился все сильней и сильней. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы они, чтобы он не порывался к Господу видеть, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Вот ключевой момент. Священники же, приближающиеся к Господу. Я думаю, что именно это имел в виду Моше, когда говорил, что вот это имел в виду Господь, когда говорил, из приближающихся ко мне. Потому что тут предупреждение о том, чтобы народ не приближался, а стоял в отведенном для него месте. Значит, освященники приближаться могли, но должны были осветиться. И дальше, и сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведите черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом зайди ты и с тобою Аарон. А священники и народ, да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. То есть тут ключевая идея в том, что священники могут приближаться, но будучи освященными. Моше и Аарон должны были подняться в том состоянии, в котором они находятся. У меня сразу возник вопрос, может быть, сыновья не осветились? Ведь они могли, как священники, как сыны Аарона, приближаться. Должны были быть освящены. Я перечитал предыдущую недельную главу. В течение семи дней, то есть история эта произошла после восьмого дня. В течение семи дней Аарон и его сыновья, они проходили очищение и освящение для того, чтобы служить. Там были принесены соответствующие жертвы, жертвы уполномочения. То есть, скажем так, им выдали мандат на служение, удостоверение, которое подтверждает то, что они могут служить Богу. Они отделены от народа именно для того, чтобы внести вот эту функцию в народе. И, собственно говоря, они все делали правильно, но перечитывая эти главы, я увидел, что при том, что Аарон и его сыновья были священниками, только Аарон был первосвященником. Одежды, в которые был одет Аарон, и одежды, в которые были одеты его сыновья, они отличались, и Тора их разделяет. Одежды Аарона и одежды его сыновей. И посвящение тоже, при том, что они все вместе, как священники посвящаются, но Аарон посвящается особым образом, именно как первосвященник. И дальше, смотрите, что интересно. Значит, собственно, когда были принесены все жертвы, именно Маше вместе с Аароном, как в случае с Синаем, они вошли в Скинию Откровения и вышли оттуда живые, невредимые, и благословили народ. И после этого именно Адафь и Авиуд принимают решение самостоятельно, по собственной инициативе взять огонь, войти туда. Ну, написано, огонь, который Бог не велел. Ну, то есть, я задался вопросом, ну, как бы, ну, понятно, они взялись не за свое дело, они не были первосвященниками, они не имели права. Даже если они осветились, не будучи первосвященником, они не могли туда войти, потому что это было опасно для жизни. И было об этом предупреждение. Они не послушались. Что же тогда из себя представляет вот этот чуждый огонь? Значит, интересный момент. Значит, когда Маше и Аарон вошли в Скинию Откровения, вот и вошли Маше и Аарон в шатер Откровения, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу, и вот тут интересное место. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и тук, и увидел весь народ, и возликовал он, и пал на лицо свое». Когда Маше и Аарон вошли, вышли, явилась слава Господня, и огонь Божий сошел на жертвенник, и сжег что? Всесожжение и тук. Вопрос, что он на самом деле сжег, если, собственно говоря, мы внимательно перечитываем прежние стихи этой главы, с самого начала Бог говорит, вот восьмой день Бог сказал Моисею, скажи Аарону. А Аарону было повелено взять животное для грехоочистительной жертвы, животное для всесожжения. И старейшинам Бог сказал, Израилю Бог сказал, возьмите от народа животное для грехоочистительной жертвы, животное для всесожжения. Все все сделали как положено. А Аарон сделал все как велено. Животные были принесены в жертву, все было сожжено. После того, как все было сожжено, Маше и Аарон вошли в Скинию, вышли, сошел огонь и сжег. Вопрос, что он сжег? Если все уже было сожжено, что он сжег? И вы знаете, у меня возникла такая очень интересная параллель. Для того, чтобы мы понимали, что Тора иногда, давая нам информацию, дает нам определенные намеки, чтобы мы задумывались над какими-то вещами. Значит, когда Бог повелел Авраму принести сына своего единственного возлюбленного Ицхака во всесожжение на той горе, где Бог ему должен был показать ее, момент, он должен был быть принесен во всесожжение. Это жертва Ола, которая буквально переводится как возношение, то есть то, что поднимается снизу вверх. Когда они пришли, Аврам со своим сыном и со слугами пришли к подножию горы, Аврам говорит слугам, отрокам, сидите здесь, мы с сыном пойдем, поклонимся и вернемся. Аврам не сомневался, что они вернутся вдвоем. Новый Завет говорит, что Аврам верил, что Бог воскресит его из мертвых, потому что Аврам знал, что он должен был сделать там со своим сыном. Но он был уверен в том, что Ицхак вернется обратно живым, хотя Аврам его должен там принести во всесожжение. Значит, интересно, мы знаем, что там произошло. Значит, когда заканчивается история на горе и диалог Аврама с Богом, где Бог обещает за это благословить Аврама, написано, что и вернулся Аврам к отрокам. То есть мы знаем, что вернулись они оба, как Аврам и обещал. Но Тора говорит почему-то про Аврама в единственном числе, что он сам вернулся. И это нам указывает на то, что Ицхак, как жертва всесожжения, был принят. И это нам в очередной раз показывает, что жертва всесожжения, которую приносим мы, это, собственно, Новый Завет, Павел так и говорит, предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. То есть мы являемся этой жертвой Ола, мы являемся этой жертвой всесожжения. И когда мы приносим себя таковым образом, как Бог это предписывает, Бог это действительно принимает, мы остаемся живыми людьми здесь на земле, посвященными Богу, служащими Ему так, как Он заповедал, но в духовном мире мы как бы уже там, понимаете? То есть и Писание говорит, что мы посажены с Ним на небесах. То есть для того, чтобы быть посаженными с Ним на небесах, нужно действительно себя принести в эту жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. И смотрите, что получается, когда огонь сошел, я не знаю, как оно там все выглядело и смотрелось, что увидел народ. Может быть, ну, чтобы вы понимали, это просто мой медраж, об этом не говорит Тора, я просто пытаюсь осмыслить, о чем она говорит, когда у нас возникают такие непонятные места. Может быть, на Маше, Аарона и народ сошел огонь, как в день Пятидесятницы. Понимаете? Ну, языки пламени же сошли, и они не сгорали, но они при этом были посвящены Богу. Дух Святой наполнил их, понимаете? Маше, Аарон и народ были посвящены Богу во всем этом. Собственно говоря, Скиния – это гора Синай в миниатюре, и мы видим эти параллели. Там было Божье присутствие, здесь. Там был определенный путь приближения к Богу, и здесь есть определенный путь приближения к Богу. Там есть определенные запреты, здесь есть определенные запреты. И я вам скажу, собственно, мое мнение, почему, собственно, с Надавом и Авиудом произошло это. Во-первых, они действительно не имели права делать этого, они сами подвязались делать то, что делал их Отец, хотя они не должны были этого делать. Значит, с другой стороны, Бог знает наши сердца. И вот евреям, 4 глава, с 12 по 16 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намеренные сердечные. То есть не наши дела, которые перед людьми или еще перед кем-то, но наши мотивы, наши намерения и наши истинные цели, с которыми мы совершаем те или иные действия. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Смотрите, и здесь говорится о приближении к Господу, и здесь определяется конкретный путь, которым мы можем к Нему приближаться. Во-первых, через Ишуа, и никак иначе, потому что Он есть наш первосвященник. Во-вторых, как написано, что Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, то есть и мы должны быть безгрешны. Помните, что сейчас еще продолжается неделя опресноков, которые символизируют нашу безгрешную жизнь пред Господом. Понимаете? Значит, и Писание говорит о том, что мы действительно должны, вот будем твердо держаться исповедания нашего. То есть, мы, получив начатки веры, мы должны держаться и не забывать. Бог нам все, дал нам все необходимое познание для того, чтобы мы могли полноценно и эффективно Ему служить и не страдать от собственных, произвольных каких-то движений и служений перед Богом. Потому что Бог есть жизнь, но Бог есть и огонь поедающий. И если мы сами на себя что-то берем, то мы сами и несем за это ответственность. Понимаете? Мотивы, с которыми мы служим, они очень важны. Вот вы знаете, я знаю, что практически всегда необходимо вдохновлять народ Божий на то, чтобы служили. Потому что служителей мало. Но, оказывается, нужно людей предупреждать еще и о том, что служить Богу опасно. Если у нас мотивы неправильные, если в нас не горит Божий огонь, то со своим огнем мы можем просто погибнуть. Более того, еще один намек такой в эту сторону. Значит, сразу после этих событий с Надавом и Авюдом почему-то Бог непосредственно к Аарону говорит, когда приближаетесь ко мне, вы не должны пить алкогольные напитки. То есть служению Богу в святости не сопоставимо с весельем от алкоголя. Понимаете? Это, с одной стороны, и прямое указание, с другой стороны, опять же, намек. Веселье может приходить в наше сердце из разных источников. Либо это зажигает огонь Божий, Дух Божий в нас, либо мы сами себя развеселяем, как написано, когда сделали золотого тельца и сели есть, пить и веселиться. Понимаете? Поэтому я вижу в этой главе, вот в этой истории очень серьезное предупреждение о том, что Богу надо действительно служить, во-первых, по Его призванию. Значит, есть вещи, которые не требуют особого Божьего откровения. То есть любая нужда в общении увидел, пошел, делаешь. Но есть вещи, где необходимо действительно услышать от Бога слово, чтобы идти и делать. Понимаете? Потому что это серьезно, это очень опасно. Поэтому, и при этом Писание говорит, что мы должны приходить к Богу с дерзновением. Но дерзновение, которое основано на жертве Ишуа, на уповании на Него, а не на собственной праведности и на чем-то, что мы себе придумали и что сами о себе думаем. Спасибо большое за внимание. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Иисарем Иисус Иисус wise послание